Специальная ипотечная программа для военных действует в нашей стране с 2005 года. Военному открывают специальный счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос. Как использовать накопленные денежные средства и купить недвижимость, расскажем сегодня. Военные могут как купить квартиру или дом с земельным участком, так и рефинансировать ранее полученный кредит по военной ипотеке. Документы об использовании накопительного взноса нужно подписывать с Росвоенной ипотекой, оператором программы. А вот сам кредит традиционно оформляется в банке. Приехать нужно только в банк. Кредитная организация сама отправит документы в Росвоенную ипотеку, а по завершении сделки они уйдут в Росреестр. После регистрации будет выдан кредит. Если речь идет о рефинансировании, то вся процедура занимает один день. Как и гражданскую, военную ипотеку можно погашать досрочно собственными средствами. Но изменяться будет только срок, поскольку ежемесячный платеж утвержден на уровне закона и не может быть изменен. Стать участниками программы накопительной ипотечной системы могут только военнослужащие по контракту. Например, офицеры, выпускники военных вузов, которые заключили контракт после начала действия программы. Или вышедшие из запаса и заключившие первый контракт. Принять участие могут также прапорщики и мичманы, прослужившие три года с момента принятия закона. А также солдаты, матросы, сержанты и старшины, которые поступили на службу или заключили второй контракт после начала программы. Полный список содержится в постановлении правительства от 21 февраля 2005 года, номер 89. Для покупки квартиры и получения ипотечного кредита через три года после участия в программе военнослужащий может подать рапорт о получении свидетельства о праве на ипотеку. Это свидетельство имеет идентификационный номер и выдается только на руке. Сам военнослужащий ипотеку платить не будет. За него это сделает Министерство обороны. В 2021 году накопительный взнос на одного участника составляет 299 081 рубль 20 копеек. Это значит, что ежемесячно на погашение военной ипотеки будет направляться 24 923 рубля. А деньги, накопленные на специальном счете, используются на первоначальный взнос. При этом в качестве первоначального взноса военный может использовать и собственные накопления. Будьте здоровы и финансово грамотны! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!